Всем привет! С вами я, Оксана Хорошая, и сегодня у нас такой риторический вопрос, во сколько же нужно рожать? Или беременеть? Ну, в принципе, одно из другого выходит. Дело в том, что... Дело в том, что я родила своего сына, и это мой первый ребенок, в 28 с половиной лет. И я считаю, что я немного припозднилась. И ощущать я это стала сразу, как только в 25 лет вышла замуж, и мне уже тогда начали говорить, что я должна рожать, уже пора, все. Короче, все знали, когда мне рожать. И когда в роддоме мне сказали, что я старородящая первородка, но, правда, говорил врач, это далеко не современный, под 70 за 70, не знаю, очень древняя женщина, мне, конечно, было, мягко говоря, неприятно. Но когда я попала в более продвинутые роддомы, где были, в принципе, практически все мои ровесницы и старшие, то такого отношения ко мне, конечно, не было, и все воспринимали мой возраст. Вернее, его никто даже и как-то не воспринимал, не уделяли там какой-то особой обниме. Но я хочу с вами порассуждать на тему плюсы и минусы родов. Ну, разделим условно так 20 лет и в 30 лет. Я буду иметь в виду первого ребенка, так как понятно, что второго рожают с различной разницей. Ну, я вам расскажу о том, какие я вижу плюсы в 20-летнем возрасте рожать и какие минусы, и также какие плюсы и минусы рожать в 30 лет. Ну, я себя тоже в 30-летнем отношу, так как мне уже 30, я могу об этом рассуждать. Итак, какие же плюсы у родивших девочек в 20 лет, там, 18, 21 и так далее. Во-первых, это здоровье. И это неоспоримый факт, которым я полностью согласна, что в 30 рожать здоровье женщины с каждым годом не улучшается, понятное дело. И вероятность зачатия, конечно же, с годами все реже. Хотя многие в 20 пытаются, до 30 лет, по 10 лет планируют детей не получается, в 30 получается. Но это, опять же, более такие индивидуальные случаи. В основном, конечно, в 20 лет забеременеть гораздо легче. Это говорят врачи, это говорит статистика, так как вне плановых беременностей в возрасте ближе к 20 гораздо больше, чем в незапланированных беременностей ближе к 30. Да, и вероятность рождения здорового ребенка в 20-летнем возрасте в процентном соотношении больше. Мы будем говорить глобально, о общем количестве. Не хочу заострять на каких-то индивидуальных особенностях у кого-то из моих зрителей, подписчиков и так далее. Это один и, на самом деле, действительно очень весомый плюс. Что касается других плюсов в 20-летнем возрасте, это запас времени у женщины для дальнейших родов. То есть, если даже она захочет родить ребенка второго с разницей в 10-12 лет, чтобы была, так сказать, нянька для второго ребенка, то у нее есть этот большой запас времени для того, чтобы родить второго, третьего, пятого. И обычно вторых детей планируют как-то уже больше. Но очень часто встречается погода. Рожает погода осознанно. Но, во сколько я знаю, там тусуюсь возле песочницы и имею там много знакомых, в основном вторые дети, мягко говоря, не запланированы. И все в основном из-за мифа, что при грудном вскармливании первого ребенка забеременеть нельзя. Но это не так, доказывает статистика. Обычно не очень охотно хотят рожать вторых детей с маленькой разницей, потому что понимают, что и физически, и морально, и материально, и по-всякому это очень тяжело. Даже имея там какую-то помощь. Так что после 30 вот этого запаса времени гораздо меньше. Либо если там рожают ровно в 30, то там можно родить 35, и тоже будет небольшая разница для детей. Но опять же есть свои и минусы. Но давайте пока мы разбираем плюсы 20-летних, то в 20 лет человек только, сказать, вырос, созрел, да, девушка. И она еще не настолько насладилась своей свободой материальной, свободой своего времени, не настолько почувствовала вкус жизни самостоятельной, да, что когда рождается ребенок, у нее больше момент такой, что она меньше страдает от потери свободы. Как ни парадоксально это звучит, так как в 30 лет человек уже пожил для себя, уже как-то состоялся, уже больше времени для личных интересов. Например, для меня это да. Я считаю, что эгоизм у взрослых более родителей гораздо больше развит, чем у младших родителей, скажем так. Потому что мы, например, с мужем до рождения ребенка прожили 3,5 года, у нас уже устаканился быт, мы сами себе были предоставлены, захотели то поделать, захотели все, разошлись, каждый своими делами занялся. Нас никто не мешал в этом плане. А здесь рождается ребенок, и ты понимаешь, что твоя свобода полностью ограничена, и уже нужно свои планы корректировать меньше времени именно на себя. То есть вот этот эгоизм, мне кажется, в 30-летнем возрасте играет больше. Но в 20-летнем возрасте, хоть эгоизма и меньше по отношению именно к себе, личности, но они перестраиваются хуже, чем люди в старшем возрасте, так как приоритеты неправильно расставлены. Если в 20 лет все-таки девчонкам хочется еще бегать в клубы, на дискотеке и так далее, то в 30-летнем возрасте, даже если тебе захочется тряхнуть стариной и пойти куда-нибудь в клуб, то уже будут более приоритеты на ребенка, будет как-то все под него подстраиваться, чтобы вот, ну то есть уже более как-то все рационально и продумано. Что касается минусов рождения ребенка в раннем возрасте, да, это в 20-летнем, там, минус 18 лет и так далее. Во-первых, это, конечно же, мама еще неосознанно и не готова к материнству в 20-летнем возрасте. Все-таки личность, да, должна человека созреть к этому, и чаще всего папы такого же возраста, они тоже к этому очень не готовы. Если мама еще умеет как-то быстро перестраиваться, то папа гораздо тяжелее в молодом возрасте нести эту ответственную миссию, чем папам более старшего возраста. Ну, конечно, все люди разные, есть очень ответственные папы в 20, есть ужасные папы в 30, поэтому я буду говорить об общей такой тенденции. Просто в 20-летнем папы чаще, там, такую фразу произносит, что они не нагулялись. И, конечно, в 20-летнем возрасте у мамы меньше времени на ребенка, потому что у нее еще должно быть, там, ну, чаще всего мама учится в институтах, да, ей нужно, там, на сессию или бегать, задавать эти экзамены. У нее больше вот таких проблем, которые 30-летней мамы даже и не парятся, потому что эти проблемы давно остались у них позади, они давно их решили, и для них это уже не такой острый вопрос. Тот же, там, жилищный вопрос, да, то есть если молодой семье нужно там еще думать, где жить, как жить, и пока, если там, дай бог, какую-то однокомнатную, квартиру, в кредит, не в кредит, все это гораздо тяжелее, бытовые вот эти все трудности, чем в 30-летнем, когда в основном, ну, там, уже как-то и жилье есть, да, сначала люди планируют решить какие-то свои материальные проблемы, уже как-то состоялись на работе, поэтому в 30-летнем, конечно, в плане материального, опять же, если люди ближе к 30-ти рожают, у них все-таки уже есть какая-то материальная такая подушка, скорее всего, и они, скорее всего, планируют этого ребенка, и как-то откладывают, да, какие-то средства, устраивают уже там заранее комнату, продумывают, что, где, когда и так далее. В 20-летнем возрасте этого, скорее всего, не будет. Ну, а теперь поговорим о плюсах родов ближе к 30-ти. Ну, я уже сказала, во-первых, мама состоялась как личность, более, во-первых, осознанное это материнство, более, ну, чаще всего, желанное, планированное, и само материнство, осознание этого намного, мне кажется, глубже, и чувство как-то более трепетное к ребенку, на мой взгляд. Даже ко второму ребенку, который девочки утражают, там, в 21-го ребенка и в 32-го, и все практически, кого я знаю, говорят, что второму ребенку немного другое отношение именно к самому материнству. Я не говорю, что там кого-то любят больше-меньше, но вот именно сам факт осознания своего материнства гораздо глубже в 30, чем в 20. Второй немаловажный пункт, опять же, мы будем сравнивать и плюсы, и минусы, это отношение с папой, с супругом. Ну, будем говорить, как бы классический вариант, у всех по-разному, да, у гражданского брака, и кто-то рожает один. Я все-таки всегда за то, чтобы не рожать сразу после свадьбы. Понятно, что ситуации разные, кто-то уже беременный, выходит замуж, кто-то долго живет. А до свадьбы потом, ну, это уже будем относить это к тому, что будущим папам нужно все-таки прожить какое-то время, устаканить свои отношения в первую очередь, чтобы вы проверили свои, как говорится, да, отношения, прижились, притерлись, и чтобы у вас не было уже таких каких-то конфликтов, которые бывают там в первый год совместной жизни, или там первый год, когда встречаются. То есть уже вот этот весь этап прошел без ребенка, чтобы ребенок не видел этих каких-то притерок, конфликтов и так далее. Почему я так рассуждаю? Да, потому что, на мой взгляд, у нас прошло идеальное время. Ну, мне кажется, года два вот надо прожить, и тогда уже рожать. Но не раньше, или хотя бы год, а потом беременеть. Потому что, во-первых, беременность, да, у всех по-разному проходит. Это все-таки непростой этап в жизни женщины, и супруг в нем принимает непосредственное участие. И если в 30 лет ты скажешь, а, иди мне ночью там за персиком, я не знаю, в мармеладе, то супруг спокойненько к этому отнесется, чем в 20 лет он будет этого еще как-то не понимать. Ну, я утрирую, но основные какие-то моменты, когда ты лежишь, там, да, тебе плохо, токсикоз, все, супруг там пришел, тебе чайку принес. Вот чтобы эти должны моменты быть уже отчеканены, устаканены, чтобы не было, во-первых, уже каких-то бытовых таких проблем, которые встречаются на первом этапе, когда люди совместно проживать начинают. И чтобы ребенок уже появился в тот момент, когда вот эта вся шумиха прошла, когда начались нормальные, ровные такие отношения. И папа будет уже морально готов более-менее к тому, что появится ребенок на свет. Когда у нас родился ребенок, то даже наши родители сказали, «Боже, ну как же это все осознанно, осмысленно, и насколько мы были готовы к этому психологически, я не знаю, на все 200%, наверное. Потому что для нас мы все предусмотрели заранее, все. У нас не было с мужем, вот честно, ни разу конфликтов по поводу того, кто будет ночью вставать или какие-то, не знаю, его интересовало все, что касается ребенка. И таких вот конфликтов именно бытовых, особенно в первое время, не было. Вот самое тяжелое время, когда после родов, когда после выписки, первые месяцы, абсолютно не было ни одного конфликта, полное понимание. Мне кажется, вот именно сыграл тот ключевой факт, что у нас уже была устаканена наша такая семейно-бытовая жизнь. Следующий пункт, я уже сказала, плюсы 30-летней, что маме уже не надо заканчивать институт, кому-то школу или какую-то технику, не знаю, колледж. У мамы уже есть к 30 годам обычное образование, и уже поработала мама. И опять же, уходя в декрет, мама уже как-то больше получает декрет. То есть как бы плюсы такие материального характера. И маме обычно есть куда вернуться на работу. То есть она уже как-то состоялась в этой жизни. В 20-летнем возрасте, мне кажется, всё очень неопределённо. Мама ушла в декрет, вышла, как в том анекдоте, когда девушка приходит устраиваться 20 лет на работу, и говорит, вы молодая, не замужем, замуж выйдете в декрет, уйдёте, брат не будет. Приходит 25, говорит, вы замужем, ещё не родили, сейчас будете в декрет уходить, не возьмём вас на работу. Приходит мама в 30 лет устраиваться, о, у вас маленький ребёнок первый скоро, вернее, у вас уже подрос первый ребёнок, вы пойдёте во второй декрет, не возьмём вас на работу. Приходит женщина в 35 лет, ой, у вас двое маленьких детей, вы будете постоянно на больничном, не возьмем на работу Приходит женщина в 40 лет устраиваться на работу, а ей говорят, извините, после 40 не берем Вопрос, когда же женщине работают? Вот это да, у нас такая ситуация, мне кажется, только у нас в стране С тем, что после 40 они нужны уже сотрудники, а до 40... Вот это да, у нас такая ситуация, мне кажется, только у нас в стране. После 40 они не нужны уже сотрудники, а до 40 женщине надо быть уже и дважды рожавшей, как минимум, и с опытом огромным работы, а когда она его будет набираться, совсем непонятно. За границей всё-таки там рожают гораздо позже, и мне кажется, таких проблем нет. Ну и, конечно, тоже немаловажный пункт – это уже мамы с жизненным опытом. Например, я уже, когда рожала ребёнка, я не боялась его пеленать, купать. Я с первых дней всё делала, так как я уже видела, у меня там вперёд рождались племянницы-племянники, я видела, как за ними ухаживают их мамы, я там кое-где помогала, нянчила, и для меня не было ничего таким новым. И какие-то, если возникали вопросы, я могла их уже самостоятельно решить. Что касается 20 лет, мне кажется, мама очень не самостоятельна в этом возрасте, потому что я с некоторыми мамами, которым по 20 лет попадала в одну палату, в роддоме, там менялись несколько человек. И, конечно, я их учила пеленать, хотя мы были ещё беременны, и я им рассказывала о том, что там, не знаю, какие-то элементарные вещи, что когда я новорожденный ребёнок, ему нужно там класть на бочок. Ну какие-то, ну настолько для меня простые вещи, которые должна знать каждая уже там беременная мама, которая идёт в роддом, то они на меня смотрели с вот такими глазами, да, правда, и под запись я им диктовала, что нужно делать. Короче, ну какие-то элементарные вещи. И когда я попадала в палату с мамой более осознанного возраста, да, вот, например, мои ровесины там 28-27 лет, то таких вопросов у нас просто не возникало, потому что мы уже были готовы к этому, мы знали, куда идём, мы знали, что делать, как делать, мы собраны были все сумки от и до, и на выписку, и до выписки, и всё на свете, то те мамы звонили своим молодым папам, которых где-то уже отмечали рождение, или там ещё готовились к отмечанию, ну, в общем, делали всё, что угодно, но только явно не собирали их сумки в роддом. Поэтому вот я посмотрела на многие ситуации, и, конечно, да, есть в 20 лет конкретные такие минусы, и, конечно, жизненный опыт у мам в 20 лет, и в 30 лет гораздо отличается. Также в 30 лет мам более самостоятельно принимают решения, что касается воспитания ребёнка, ухода за ребёнком и так далее. В 20 лет мамы ещё либо слушают бабушек, и из-за этого потом возникают конфликты с мужем. Ну, в общем, там целый комок проблем нарастает, нарастает и нарастает, потому что обычно там бытовые проблемы приводят к каким-то конфликтам, поэтому я считаю, что дети, которые воспитывают семя более со старшими родителями, они меньше видят конфликтов и меньше нервничают, потому что детям всё передаётся. Стоит вот как-то понервничать, ребёнок это сразу чувствует. Чем меньше ребёнок, тем, мне кажется, эта связь гораздо с мамой больше. Когда ребёнок растёт в спокойной обстановке, то и он развивается, на мой взгляд, спокойнее, и он более уравновешенный. Ну и в этом видео я немножко затрону такую тему, а вообще, в принципе, нужно иметь детей или нет. Для меня было просто огромное открытие, когда я по телевизору видела Child Free, по-моему, называется это движение, которое люди осознанно не хотят иметь детей. Вообще, для меня это инопланетяне, особенно женщины. Я ещё могу понять мужиков, которые особо не все горят желанием иметь детей, они как те кошки гуляют сами по себе в основном, и которые дети там не привязывают даже к семье, если есть. То есть, женщины всё-таки, мы как-то рождены с этим чувством материнского инстинкта, и для нас это немного по-другому всё чувствуется. А то, когда я увидела там интервью девушки, которая осознанно говорит, что я Child Free, и я не хочу иметь детей, для меня это непонятно. Я не знаю, я человек, который обожает детей, я люблю детей. Ну, правда, когда появился свой чёт, я чужих детей стала любить меньше. Лучше вообще, в принципе, детей стало меньше. Ладно, не будем об этом. Если хотите моё отношение к материнству узнать, посмотрите моё видео, которое я подготовила к конкурсу Анны Гэб, «Как же здорово быть мамой». Ну, я с юмором отношусь к этим мамским проблемам, но по-другому нельзя, иначе маму нам не выдержать декрет. И когда я посмотрела интервью, это, да, о том, что женщина осознанно не хочет иметь детей, для меня это шок, потому что среди моих знакомых, есть много людей, которые мечтают о ребёнке, которые делали всё, что там, не знаю, можно только ЭКО, и чего только они с собой не делали, со своим здоровьем, лишь бы только иметь ребёнка. И когда люди, ну, неизвестно, получается у них ещё или нет, да, там, не знаю, пробовали или не пробовали делать детей, но имея возможность иметь детей, они добровольно от этого отказываются, для меня это вообще непонятно. Например, вот я недавно узнала случай, который меня просто поразил. Одна девушка, не имели с мужем много лет детей, лет 10, наверное, может больше, и они взяли и усыновили мальчика, затем девочку, и теперь, спустя, наверное, лет 15, как они прожили с мужем, она родила сама, без всяких ЭКО, хотя они где только не были и как только не лечились. Вот чудеса бывают, понимаете, человек хотел, и, наверное, просто вымолил этого ребёнка. И я знаю, вот тоже есть люди, 16 лет прожили, не было детей, и появился ребёнок. И я думаю, что они явно не были child free, и когда вот эти... Для меня это на уровне сектанта. Вот не знаю моё категорическое отношение к тому, что люди не хотят иметь детей осознанно. Мне кажется, либо это большая глупость, и большое заблуждение, и люди потом в более старшем возрасте пожалеют об этом, потому что всё-таки ну не может такого быть, чтобы человек не хотел иметь детей. О чём только в жизни можно не жалеть, это о том только, что у тебя есть дети. Можно пожалеть о каких-то упущенных возможностях, о том, например, что ты сделал какой-то неправильный поступок, но о том, что у тебя родился ребёнок, ты не будешь жалеть никогда ни при каких обстоятельствах, что бы твой ребёнок ни сделал, каким бы человеком он ни вырос, но ты никогда не будешь жалеть о том, что ты родила на свет ребёнка. Это моё твёрдое убеждение, и никакие челн-при меня в этом не убедят. Я имею, да, ребёнка, и я вообще не могу этого понять. Для меня это что-то вообще за гранью добра и зла, если честно. Ну, конечно же, минусы рода после 30, и самый основной минус – это здоровье. Во-первых, здоровье женщины. Понятно, что оно не улучшается. Второе – вероятность самого зачатия. И третье – здоровье ребёнка. Мы все прекрасно знаем, что вероятность рождения ребёнка с синдромом Дауна и с другими какими-то генетическими заболеваниями с каждым годом растёт просто с геометрической прогрессией после 35-40 лет. Так что я надеюсь, я посеяла зёрнышко для размышлений в ваши головы, и вы подумайте, стоит ли рожать слишком рано, или отложить этот вопрос хотя бы на пару лет, и подумать, действительно, может, решить нужно какие-то свои материально-бытовые проблемы, и не кидаться сразу после замужества, не бежать в роддом. Либо вы уже тянете-тянете с родами и думаете, а, может быть, я вас подтолкну, вы скажете, да, блин, действительно, пора, часики-то тикают. Вот так что я желаю вам удачи, и хочу, чтобы вы, конечно же, поделили своим мнением под этим видео в комментариях, и подписались на мой канал, а также поставили лайк, если это видео было для вас интересным. Ох, чувствую, длинное получилось мое такое рассуждающее видео, и спасибо, что вы досмотрели его до конца. А я хочу пожелать тем, кто ещё не побывал в роддоме, обязательно там побывать, и желаю вам всем счастья, здоровья, любви и удачи. И не забывайте, что всё будет хорошо. Это говорю вам я, Оксана Хорошая. Всех целую. Всем пока.